Хочу прочитать вам и напомнить книгу притчи. Книга притчи, 22 глава, 1 стих. Там написано о добром имени. Книга притчи, 22 глава, 1 стих. Доброе имя лучше большого богатства и добрая слава лучше серебра и золота. Богатство всегда было в цене, да? Кому не хочется поправить свое финансовое положение и стать лучше, чем сегодня? Ну, богатство, оно всегда было привлекательно. Ну, кто откажется? Ну, всегда хотелось бы, как говорят, совершенству нет предела. И вот он говорит, доброе имя лучше, чем богатство. Он не говорит, что богатство плохо. Отказывайтесь от богатства в пользу доброго имени, да? Он как раз показывает, что богатство, ну, конечно, это хорошо. Он говорит, ну, вот как нам хочется, чтобы мы хорошо заработали, как мы ценим. Заработали, думаем, как бы сберечь теперь, да? Пока нет, как появилось, думаем, а как теперь сберечь, куда вложить? И вот он говорит, а вот доброе имя, оно это даже еще ценнее. Доброе имя. Это очень ценно. И вот в Евангелии от Иоанна, 21 главе, Евангелие от Иоанна, 21 глава, эта история, мы ее часто читаем, может быть, когда рукополагаем служителей, о призвании говорим. Это история, где Иисус Христос призывает апостола Петра. И призывает он его на это служение после такой, ну, не очень приятной цепочки событий. И это прошло не несколько лет, это прошло несколько дней, когда апостол Петр трижды отрекается. Не просто так, да не знаю, написано «клялся и божился». Кстати, клянусь, не знаю. Это прошло не так много времени, буквально несколько дней. Потом он возвращается к своему старому ремеслу, его достаточно подавленное состояние, он уходит на эту рыбалку, за собой увлекает еще несколько учеников, и туда приходит Христос. Вы помните эту беседу, я сейчас не буду читать, «любишь ли ты меня троекратно?» «Ты знаешь, Господи, что люблю». Один раз, второй раз спрашивают, это игра слов греческая, наверное, вы не слышали, не буду сейчас на всем этом останавливаться. И огорчается Петр, что третий раз он его спрашивает, и дальше он ему говорит, «Истинно, истинно». Это 21 глава, 17 стиха читаю. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припоясет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога». Сказав сие, говорит, «Иди за мной». Только что Петр, можно так сказать, опозорил. Только что. И вдруг Христос открывает перед ним перспективу и говорит ему, «Я тебе овец моих доверяю, и я знаю, что вот ты прославишь, ты Бога прославишь». И вы знаете, прославишь не тем, что какую-то сумму денег пожертвуют, хотя это тоже подвиг, это не так просто сделать. Прославишь не тем, что храм мне построишь, хотя это очень сложно. Освящать свое время, силы, здоровье. Пославишь не чем-то, смертью прославишь. Вы знаете, прославить Бога смертью, это не так просто. Один служитель заболел такой болезнью, онкологией, и когда я приехал его посетить, жена меня попросила, говорит, «Виктор Васильевич, вы можете как-то побеседовать? Я не знаю, как нам быть». Он уверен, что Господь его исцелит. И он не хочет говорить вообще об этом. Но я же вижу, он угасает. Большая семья, многодетная. Мне так хочется, чтобы он собрал детей, дал каждому наставление. Я же понимаю, ему немного осталось. Но вот он все время говорит, «Моя жизнь не к смерти, а к славе Божьей». И не хочет разговаривать об этом. Иногда я думаю, а может быть, правда я, мои сомнения его губят. Я не знаю, что делать. Я зашел, я еще был тогда такой молодой достаточно служитель. Я зашел в комнату, я вижу, он уже желтый, похудевший. Зашел в комнату, он лежит, и с порога поднимает на меня глаза и говорит, «Виктор, не слово о смерти». Мне текст открылся, «Моя болезнь не к смерти, а к славе Божьей». Ну, с порога предупредил. Ну, я о чем мог, посидели, пообщались, вышел, я супруге сказал, ну, я не смог с ним поговорить. Он сразу меня с порога остановил. И потом я встретил в Минеральных водах, встретил на самолете, прилетел один наш брат Союза, и мы едем по дороге, Юрий Кириллович Сепко, мы едем, вот он тогда еще был председатель Союза, я ему говорю, Юрий Кириллович, вот здесь вот у нас как раз по дороге ко мне служитель, вот такое состояние. Я говорю, может заедем, проведаем, может вам бы удачь туда сказать. Я вот не нашел. Мы заехали, и он тоже с порога, то же самое, братья, вот так. И вы знаете, Юрий Кириллович сел так с ним рядом и говорит ему, брат, а почему ты думаешь, что Бог может прославиться только через исцеление? А разве он не может прославиться через нашу смерть? Когда мы встретим ее, да, смерть – это смерть, это, вы знаете, смерть – это не значит, что ха-ха. Да, это трудно, но он говорит, мы же ведь можем Бога только разве исцелением? Да, нам думается, вот если исцелим, это прославится Бог, а смерть – это еще больше. И вот Христос ему говорит, ты Бога прославишь. Несмотря, что он два-три дня назад, ну не два-три дня, он от него, он его опозорил. Он восстанавливает доброе имя Петра. Только что Петр потерял это доброе имя? Ведь это же знали. А он еще берет при всех. Вот они сидят, я когда эту общую историю читаю, я думаю, Господи, ты зачем так мучаешь его? Спрашиваешь, любишь ли ты меня? И не просто, а в сравнительной степени, больше, чем они. Ну зачем так ставить вопрос, Господи? Ну это же тяжело, так сказать. Ну зайти сейчас в братскую и сказать, ну что, Олег Олегович, любишь ли ты больше, чем Борис Павлович, Алексей Александрович, любишь больше? Ну зачем в сравнении? Ну просто сказать, любишь Господа? Конечно, люблю, а больше? А еще и после вчерашнего, когда ты... И вот, ну зачем ты, Господи, так его мучаешь? Ну нет, Господь не опускал его, он восстановил его доброе имя. Знаете, что значит восстановил? В 1956 году в нашей стране прошел очень знаменательный съезд, 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. На этом съезде были два ключевых таких момента исторических, но один это технически, неважно, там отошли от пара двигателей. А очень важное решение было, не то, что решение, а Никита Сергеевич Крущев провозгласил Сталина культ личности. Это потрясло весь мир, всю нашу страну, не знали, как реагировать на это, всем было страшно, поддакнуть, то ли это проверка, то ли нет, после 40-летнего правления, достаточно жесткого, это было, это было вообще такое, потрясло весь воздух в стране. И кто-то это обрадовался, кому-то было страшно, это не знали, как на все это реагировать, ни люди, ни члены правительства, ни другие страны социалистического блока, кто-то очень осуждал за это, этого руководителя. И, конечно же, во всеми такие вот перевороты, это своего рода чуть ли не переворот был, знаете, мы всегда ищем сторонников, и, конечно, этот человек искал сторонников, и однажды он подошел на тот момент очень влиятельному маршалу Советского Союза, Каркасовскому Константину Константиновичу, такие уроки истории наши, подошел и сказал ему, напишите статью о Сталине, вы лично с ним работали, напишите статью в духе 20-го съезда. Он был очень влиятельный за свои военные заслуги, это был очень влиятельный человек в то время. И вы знаете, Константин Константинович повернулся к нему и сказал, Никита Сергеевич, Иосиф Виссарионович для меня святой человек. На следующий день он был сразу освобожден с должности замминистра обороны. На вечеринке Никита Сергеевич поднял тост, бокал, и Константинович отказался чокнуться с ним, после этого он вообще со всех пропал, экранов. Нет, его не убрали, но он был от всего отстранен. Почему он пошел на такие жертвы? Почему он так заявил? Он сказал, что это святой для меня человек. И не стану, да, на вашу сторону. И мне, я когда услышал эту историю, мне стало интересно, я заинтересовался автобиографией вообще этого человека. Вот. Всего два маршала было в истории Советского Союза, которых Сталин называл по имени. Всего было два маршала. Даже Жукова он называл, товарищ Жуков. О Косовском он говорил Константин Константинович. Потому что в 1937 году он был тоже арестован, Константин Константинович. Его пытали, повыбивали зубы, там ребра, это сложная история была, его выводили на расстрел, но стреляли холостыми патронами, и он не подписал там кляузы на других. И однажды Сталину все-таки Тимошенко донес, что вот находится такой человек. Он лично вник в его историю, узнал, вытащил его оттуда, там лечил в Сочи, восстановил его звание. Генерал он был на тот момент, все его регалии, все его членства в партии, все, что возможно, восстановил, его доброе имя. И не просто восстановил, а доверил. Доверил управлять фронтом, и решающая операция, Багратион называлась в Беларуси, это решающий переломный момент вообще в нашей войне. Противостояла военная ставка, была одна тактика, там наступить один решающий удар, Рокоссовский предложил другой план. Сталин долго думал и принял, сказал, мы будем действовать, как он сказал, он доверил решающую битву. К чему я это? Вы знаете, человек восстановил его доброе имя. Доброе имя, которое было у него украдено, незаслужено, которое было всего лишено, он восстановил его имя и как для военного человека, он, хотя там историки немножко спорят, другие утверждают, что нет, на самом деле там было по-другому, но это из воспоминаний самого Константина Константиновича. Я не уверяю, как точно была история, для меня даже не это важно сейчас, да и для нас. Знаете, важно, человека восстановил доброе имя и поэтому он ему сказал, вы знаете, он для меня святой. Восстановил доброе имя и доверил. Доверил что-то важное и ключевое для него, как для военного. И поэтому он не мог пойти на это, просто не мог. Он сказал, он готов был лишиться теплого места, он готов был лишиться отношений с новым руководителем страны, что стоило дорого, может даже жизни. Но он не мог больше предать того, кто восстановил доброе имя. Вы знаете, мы теперь вернемся. Его доброе имя было украдено незаслуженно. Петр потерял доброе имя заслуженно. И вот Иисус Христос, как важно, доброе имя. Иисус Христос на вот этой беседе у этого озера, это такой ключевой момент, когда Иисус Христос восстанавливает доброе имя. И Он ему говорит, ты прославишь. Ты не тот, кто позорит Бога, ты тот, кто Его прославишь. Причем прославишь смертью. Жизнь, ну само собой. Но вот именно смертью, это вспоминайте наставник, написано, и что? Кончины жизни. Важно, как мы в смерти Бога, в жизни само собой, тоже очень важно. Но вот смерть подытожит. И Христос ему показал, ты, можно так сказать, и жизнью, и смертью ты прославишь. И поэтому апостол Петр предание, вы помните, тоже гласит, когда его хотели распять, то он сказал, распините вниз головой, да? Распините вниз. Я не достоин умереть, как мой Господь. Почему? Он вернул мое имя доброе. Он простил, он это все само собой. И, братья, сестры, вообще восстанавливать доброе имя, я считаю, это Евангелие. Это Евангелие, когда Господь взял нас с вами, утративших доброе имя. Он взял и вернул нам доброе имя. Доброе имя человека. Это тоже своего рода имя, да? Адам. Это же человек, сделанный из глины. Это имя. Только имя не в смысле Вася, Петя, да? А имя в смысле вообще сущности. Ведь имя это не просто так давалось имя, это отображение нашей сущности. Мы песню свою поем. Нас зовут христиане, это имя. Это сущность. И Господь возвращает имя нам человека. Наш известный русский врач Пирогов, когда он был не просто известен своими там медицинскими заслугами, он наладил вообще подготовку, образование врачей. И когда его спрашивали, какая главная задача образования, и он говорил, главная задача образование прежде всего человека сделать человека, а потом уже врачом, архитектором, юристом. Само слово образ ваять, своять образ. Прежде всего человека человеком, то есть он понимал, что люди утрачивают в силу своей греховности, похотливости, мы теряем образ человеческий. И Христос возвратил нам с вами доброе имя и доверил нечто. Доверил своих овец, какое-то свое служение. Как-то Виктор Семенович Рягузов в Самаре есть у нас такой пресвитер, я помню, слушал еще тоже вот его слово, он говорил о церкви. И он говорил, вы знаете, братья и сестры, если мы с вами сейчас увидели ту славу, которую Бог приготовил для церкви, для нас была бы честь тротуар около дома молитвы подметать. Вот я запомнил, так это еще молодой был, запомнил это его слово. Если бы мы сегодня увидели славу, мы ее сегодня просто не видим. Сегодня церковь проходит путем Христа, как и он. Он на земле был в уничижении, и он сказал, что не выше учителя, и вы пройдете этот путь. И поэтому церковь в мире, она не смотрится чем-то великой и славной пока. Но вот когда Христос явился, Иоанн уже не в том состоянии, в каком был уничижен, он просто ниц упал перед ним. Если бы мы видели ту славу, в которую Бог нас введет, честь тротуар около дома молитвы была бы подметать. Да, это может быть такое образное выражение, но в этом есть что-то. И вот, братья и сестры, Иисус Христос нам возвращает это доброе имя. Это Евангелие. Это Евангелие. Это лучше любого богатства. Это доброе имя, которое даже не просто вот в бизнесе, где тоже важно в борьбе с клиентами. Это доброе имя не просто, это доброе имя для всей вечности. Для всей вечности. Что мы туда придем не как те, которые отреклись, не как те, которые предали, не сохранили верность, может быть. А мы туда придем совершенно в добром имени. Хотя это все у нас в жизни было, когда мы, может быть, отреклись, когда мы предали, когда мы верность не всегда в семье, может быть, сохранили. Но туда мы придем, и мы всю вечность будем не вот с этим именем позорным, а туда мы придем с именем совершенно другим, на всю вечность. И, наверное, вы знаете, особенно вот в ментальности Востока, где эта ментальность – это честь и позор, это главные ценности Востока. Для них вот эта вот честь, знаете, опозорил род, семью, вот еврейская ментальность более восточная, вот в этой ментальности чести и позора, даже, например, когда мы с вами, может быть, более в западном мировоззрении говорим, что Христос, что Он для нас сделал, и мы там говорим, простил, там вину снял, такие, может, более даже где-то юридические термины, то когда объясняют людям более восточно, они говорят, Христос взял на себя позор, это для них особо важно услышать, позор взял, не просто вину там или наказание, позор взял. И вот в ментальности еврея Петра слышать вот это, Господь снимает, доброе имя дает. И вот знаете, теперь, братья и сестры, я бы хотел сказать, что когда мы с вами, это Господь для нас сделал, а теперь я бы хотел сказать, а мы с вами, вот когда мы с вами сохраняем доброе имя друг друга, мы в процессе Евангелия, мы на стороне Бога, Он это делает, и мы с Ним. И как печально, когда, может быть, мы роняем доброе имя друг друга. Чем? Осуждениями или там рассуждениями. Когда мы роняем в своих глазах, когда в своих глазах доброе имя брата роняю, вместо того, чтобы его поднять, соответственно, в окружении, где общаюсь, Господь пытается вернуть нам доброе имя, а мы его роняем друг перед другом, а еще хуже, если это какой-то клеветой, то тогда мы на той стороне, написано клеветник, братья в наших, день и ночь, наше с вами имя доброе пытается опорочить. Понимаете, когда Господь, ты видел моего Иова, какой он верный, да что там он верный, конечно, ты его везде оградил, вот он и верный, а ты попробуй у него отнять, вот этот клеветник. И может быть, я иногда так, да что там, конечно, ему легко, ему же хорошо, ему не так трудно, как мне. Конечно, им там. Так этим кто занимался, помните, да простые вещи, кто этим занимался? И откровение говорит, он день и ночь продолжает это делать, чтобы наше своими имя опорочить. Какое-то клеветой, осуждениями, грязью какой-то, он день не ночь это делает, а Господь восстанавливает наше доброе имя. Господь восстанавливает. Да я еще окопаю, да не руби пока. Вот это характер Бога, вот это Писание открывает нам характер Бога, который хочет сохранить. Братья и сестры, нам нужно вот это доброе имя друг друга беречь, потому что это Божий процесс. И вы знаете, чтобы человек мог выйти, как апостол Павел говорит, грешники, из которых я первый. Он говорит, я изверг. Апостол Петр говорит, что что мы делали, даже стыдно вспоминать. А почему они так смело заявляют? Мы как-то собрались в одном общении с братьями, там с разной церкви, там и одно специфическое общение было, и начали знакомиться. Кто как к Богу пришел. Вот один человек говорит, ну вот я пришел, я не из детства верующего, пришел к Богу уже там в определенном возрасте. И он говорит, я стал все ходить, уже с братьями имел отношение. И потом он говорит, я кассу церковную ограбил. Сокровища. Деньги утащил. Ну вот не смог удержаться, там и нужда какая-то была. И потом, естественно, я пропал на какое-то время, но не мог жить с этим. Не мог жить. Вернулся, покаялся. И он говорит, оказывается, братья-то и знали, что я это сделал. Они и знали. Они догадались там как-то. Потом он же говорит, я это понял. И вот вы знаете, я сидел, слушал это свидетельство и думаю, а почему он такой позор в своей жизни открыто рассказывает? Почему Петр не боялся? А потому что вот в этой атмосфере, когда доброе имя восстановлено, человек может и вспомнить, не постесняться. Потому что он знает, мое имя уже восстановлено. Поэтому я могу сказать, да, я вот не для того, чтобы посмоктовать прошлую греховную жизнь. Петр не смоктует, но он спокойно говорит. Да, стыдно даже вспомнить. Но Бог восстановил доброе имя. Это вот в этой атмосфере такой взаимного оценивания или взаимного сохранения. Доброе имя – это можно так и сказать. И поэтому нас Бог с вами призывает к тому, чтобы мы с вами могли доброе имя друг друга сохранять, братья-сёстры. Это жить очень важно. Мы тогда с Богом, помните это. Тогда мы вот в этом процессе, который он о каждом из нас с вами день и ночь делает – восстановить, поднять, сохранить, то как-то забыть. Похряните, восстановить наше доброе имя, братья-сёстры. Давайте мы будем в этом процессе содействовать нашему Богу. Нам же тоже это очень приятно, когда наше доброе имя, оно восстанавливается, оно как-то сохраняется, оно как-то поддерживается. Благослови нас в этом Господь. Аминь.